так доброе утро дорогие друзья доброе утро мы продолжаем изучать тору божественную мудрость то что бог сказал еврейскому народу делать или не делать как устроен мир как он работает то что мы изучаем каждое утро с 10 до 10 20 и сегодня мы начинаем новую книгу изучать как раз мы уже закончили изучать экклезиаст есть на сайте в игроком полностью все уроки по книге экклезиаст всем советую это сама к элит это книга царя соломона которую он который он выразил полностью мировоззрение до начинается нас того что все суета сует как он сказал и закончил он тем что в конце концов все понятно бога бойся заповеди его выполняете в этом потому что в этом весь человек потом мы изучили мишлей притчи царя соломона полностью мы почти больше года мы проходили эту книгу прошли полностью все 31 главу и выяснили мы то что обманет миловидность конце он закончил и уйдет красота а слава богобоязненной женщины останется одна всегда это мы мишли выучили теперь мы закончили после этого 12 уроков у нас было медилат эстер свиток эстер вообще свиток эстер мы готовы кто закончил свиток эстер готовы к пури мы сегодня пост эстер не пьют не едят те кто соблюдают этот пост и вечером читают медилат эстер завтра утром читать медилат эстер и празднуют праздник пулем пулем и мы уже полностью подготовлен из-за того что мы 12 уроков прошли знаем откуда этот праздник что делать как делать и на портале воикра есть полностью все законы аллахот кто глубже хочет узнать есть портал называется толдо точка ру там вообще же для таких религиозных евреев которые уже соблюдают русскоязычные там есть все что нужно ответы на все вопросы а мы сегодня начинаем изучать книгу благодаря которой можно будет увидеть третий храм вот если кто хочет увидеть третий храм и застать увидеть своими глазами машин а то как раз вот именно когда вы эту книгу закончим если если много-много людей услышат и поймут то что мне написано это придет машин то есть кто хочет увидеть именно посланца всевышнего своими глазами увидит третий храм который спускается с неба и перейти в новую реальность вот пожалуйста это ключ значит книга это называется хафет скайм жаждущие жизни так она и называется жаждущие жизни всех и хафет скайм значит и называется эта книга интересно она называется шмират алаш он написал я человек по имени жаждущей жизни а книга называется сохранение языка Сохранение языка Откуда взялось название автора книги Хафецхаем Его звали По паспорту его звали Исраиль Мэйр Исраиль Мэйр Его звали И он Он жил в городе Радин В городе Радин Это там где сейчас Белоруссия Умер он в 1930 в каком-то году И значит Назвали его Хафецхаем По названию этой книги Значит смотрите Есть такой отрывок в Таилиме В псалмах Который сказал царь Давид Он сказал так Он говорит Кто это человек который жаждет жизни Вот как дать определение Кто человек который жаждет жизни И он отвечает Вот определение Тот кто любит все дни свои Видит добро То есть тот кто жаждет жизни Что такое жизнь Жизнь это добро Он видит только добро вокруг себя И дальше он объясняет Как это сделать Он говорит Это очень просто Останови язык свой от зла И уста твои от того Чтобы обманывать Искажать Сур мира Отодвинься от зла Вас это вы делай добро Уэв шалом Люби мир Вратвэу И гонись за миром За шаломом Шалом это мир Шалом это Совершенство Значит вот Такая формула Ее дал царь Давид Это письменная Тора Это царь Давид был пророк То есть это как раз Такая формула Определения Человека Который по настоящему Жаждет жизни Есть люди Знаете в современном иврите Такое выражение Асэхаим Делай жизнь Ну типа Его используют Когда говорят Тусанемся Давай значит Погуляем Я помню например Обычно Когда Мы стояли В 90-е годы Выбирали Что купить Водку или коньяк То обязательно Кто-то говорил Да один раз живем Коньяк покупаем Да Коньяк дороже чем водка был То есть Есть люди По-разному Понимают вообще Что такое жизнь Что такое жить Но По По определению Торы Жизнь Это Это Естественно Есть жизнь И смерть То есть можно понять Что такое жизнь Из противоположности Есть жизнь Это когда ты живешь Воспринимаешь Существуешь Осознаешь себя И окружающий мир Есть смерть Когда ты исчезаешь Так вот У человека Потенциально Есть возможность Перейти в вечную жизнь Как это сделать Это Сохранить свое сознание После смерти тела И вот человек Который жаждет Вот этой жизни Вечной жизни Да Человек Который жаждет Жизни В которой будет ему Хорошо Даже в этом мире То Формула Как это получить Любить все дни Видит добро И дальше Там идет Как это сделать Теперь значит Эту книгу Написал Хафецхаем Хафецхаем Вот видите Его такая фотография Это был такой Очень Скромный Очень скромный Незаметный Дедушка Да Он умер в возрасте 95 лет 95 лет ему было И в те годы Он до последнего момента Он был главой Главой всего еврейского народа Жил в Радине Был скромный Когда он В 95 лет Он приехал в Вену Открывать Собрание Было тогда Агудат Исраэль Такая организация И Значит Собрались 5000 человек На открытие Этой организации Это самая большая Еврейская религиозная организация Агудат Исраэль И его пригласили Чтобы он Выступал на открытие Он говорит Нет Зачем Почему я Ему говорят Ну потому что Вы глава еврейского народа Он говорит Не-не-не В общем Его уговорили Потому что Он был самый старший Среди всех И он был священник Он был из рода Коинов Коинов Служили в храме И он открывал это Мероприятие Но когда он приехал в Вену Он еду привез с собой И в том доме В котором он жил Он отказывался кушать Кушал только то Что привез с собой А когда его еда закончилась Он настоял на том Чтобы он заплатил За эту еду Которую кушает То есть он не хотел Ни от кого Ни в чем зависеть Хорошо Значит вот И он написал эту книгу Эта книга Шмират Алшон Как разговаривать Как правильно разговаривать Что можно говорить Что нельзя говорить Вот мы сейчас будем ее изучать Сейчас мы Сегодня мы пройдем Агдама Агдама это предисловие И в предисловии он объясняет Почему он ее написал Давайте сейчас я буду Объяснять Я буду коротко рассказывать И Объяснять Как я это понимаю Значит Первым делом он говорит Слава Богу Слава Богу Всевышнему Создателю мироздания Бог народа Израиля Который Выделил нас Для служения себе И как он выделил Через Тору Он нам сообщил Тору Свое учение И значит В этой Торе Есть заповеди Зачем Чтобы мы Удостоились Выполнять его волю То есть В принципе Как мы можем Соединиться с Богом Только выполняя его волю Откуда мы знаем Что он от нас хочет Из Торы Значит И вся Когда Бог нам дал заповеди Многие говорят А зачем Богу нужно Чтобы люди его слушались И выполняли его заповеди Зачем Ну Бог же он Всесильный Всевышний Нет у него Недостатка ни в чем Зачем ему нужно Чтобы соблюдали его заповеди Так Он говорит Сразу Хафетская Что намерение Бога Было только Дать нам Возможность С помощью этих Заповедей Приблизиться к Богу То есть Это инструмент Не то что это Богу нужно Он говорит Смотрите Если вы хотите Заработать себе Вот эту вот вечную жизнь И соединиться со мной Вот инструмент Это называется заповеди Это делай А если вот это вот Все же в этом мире Оно двойственное Такое Да А это не делай Понятно Да То есть Есть запреты Это не делай Когда ты нарушаешь волю Бога Ты от Бога отдаляешься Когда ты выполняешь волю Бога Ты с Богом соединяешься Это как компьютерная игра В компьютерной игре Мы же не задаем вопрос А что это авторы компьютерной игры Так сделали Что вот сюда нажмешь Получил жизни А вот сюда нажмешь Жизнь теряешь Так они создали Также создатель мироздания Он нам дал заповеди Для того Чтобы мы могли зарабатывать И приближаться к нему Как написано в книге Бамидвар Прямо в Торе написано Для того Чтобы вы помнили И делали Все заповеди И были святы перед Богом Что значит Быть святым перед Богом Значит Бог Он отделен От этого мироздания То есть Есть мироздание Есть духовный мир Который не воспринимается Органами чувств Есть материальный мир Который Проекция духовного мира Как картинка В телефоне Которую вы сейчас видите Это проекция Можно сказать Вот этих вот сигналов Которые идут по Wi-Fi То есть По Wi-Fi идет сигнал Этот сигнал Я не знаю Как он идет Но как-то он идет В волне И потом Телефон Он принимает Этот сигнал И выводит на экран Картинку и звук Так вот Картинка и звук Это проекция Вот того сигнала Точно так же Материальный мир Это проекция Духовного мира Теперь Значит Но Бог Он вне Даже духовного мира Потому что Духовный мир Это то Что он создал А он находится Вовне И вот все Что создано Сотворено Даже в духовном плане Это создание А есть Бог Творец Создатель этого всего И вот он называется Кадош Святой То есть он отделен От всего остального И когда ты Выполняешь его волю То выполняя его волю Ты становишься тоже святой То есть ты отделяешься От материального И приближаешься К духовному Значит И дал он нам Заповеди Для того Чтобы были мы Святы Перед Богом Теперь дальше Дальше Так он пишет А что Бог Хочет от нас Он пишет Что он хочет От тебя Да Он хочет Чтобы ты соблюдал Заповеди И постановления Которые Бог Повелел тебе Сегодня Для того Чтобы тебе было Хорошо То есть Получается Что Бог Он Когда говорит Тебе что-то делать То это не для Бога А это для кого Для тебя Очень хорошая аналогия Когда родители Воспитывают детей Они ребенку говорят Там Тренируйся Учи уроки Ребенок говорит Да я не хочу Но мне это плохо А родитель ему говорит Нет Это тебе хорошо Тебе плохо Если ты развлекаешься До ночи И смотришь мульти Это тебе плохо Ребенок говорит Нет Это мне хорошо Родитель говорит Нет Нифига Тебе хорошо Лечь спать В 10 Для того Чтобы утром Проснуться Тренироваться Учиться Ребенок говорит Ну зачем ты меня Заставляешь Родитель ему говорит Потому что Это будет тебе Хорошо В дальнейшем Точно так же Бог Когда он дает Заповеди И запреты Он это делает Не для себя А для тех Кому он это дает И мало этого Бог Например Вот интересная ситуация Если я Воспитатель Ну например Я обучаю Кого-то Тренинг Да Пришли ко мне Люди На тренинг И кто-то говорит А я не хочу учиться Я говорю Не хочешь учиться Уходи Не хочешь учиться Чего ты здесь сидел До свидания Но если я говорю Своей дочке Например Учись Или там Своему сыну Учись А он говорит Я не хочу Я ему не могу Сказать до свидания Я буду ему все равно Говорить Учись 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 Отстану Нет Если это Есть близкие отношения То ты До последнего момента Изо всех сил Ты стараешься Принести пользу Ближнему Даже если этот Близкий Твой родственник Он не понимает Этого И точно так же Бог Он сказал В притчах В притчах Царя Соломона Есть такой отрывок Бог говорит Я вам дал Самый хороший урок Тору свою Ее не оставляйте Это он сказал Значит Прямо в Мишле Есть такой отрывок В четвертой главе Мы учили И мало этого Бог посылал пророков В каждых поколениях Особенно По еврейской По еврейскому Мировоззрению Сразу говорю Что все Что я здесь преподаю Это Тора И я преподаю По Нет То что я преподаю Это не Тора Это не Тора Это то как я понимаю Тору Как я ее изучал Как я ее понимаю И Значит Это Тора Которую Бог дал Маше Робейну Это еврейское Религиозное Мировоззрение Значит Бог посылал Пророков Во время первого храма Было очень много пророков Первый храм Построил Построил царь Соломон Во время второго храма Уже по еврейской традиции Пророков Не было В начале только были пророки Потом дальше пророчества не было Были только Святой Дух на людей Бог посылал В чем разница Пророк Это человек Который был Постоянно Он мог подключаться К Всевышнему И через него Всевышний говорил Это пророк Святой Дух Это Бог на человека Посылал Просто вот эту волну Но он мог послать Святой Дух Практически на любого человека И это Более низкая ступень пророчества Когда Бог Посылал Святой Дух Это даже сегодня есть На людей Он иногда посылает Вот этот свой Святой Дух Значит Бог посылал пророков Чтобы возвращать И это было Даже Пишет Хафетскаем Во время второго храма Значит Зачем все это было Бог В 3300 лет назад Вывел иерезьте народ Из рабства И когда он вывел иерезьте Народ из египетского рабства Он сказал Вы были рабами в Египте Теперь вы будете Теперь вы будете Рабами у меня То есть Были вы рабами в Египте Теперь вы будете Рабами у меня И вы будете Народ священников То есть Вы выделены Среди других народов Тем Что вы обязаны С утра до ночи С первого дня жизни не до последнего дня жизни, вы обязаны соблюдать заповеди и служить мне. Вы народ священников, то есть вы выделяетесь для служения. Рабами были в Египте, теперь вы как рабы у Бога. Все, евреи сказали на севенишма, то есть они сказали, сделаем, потом разберемся. Получили Тору, и с этого момента уже обратной дороги нет. То есть Тора это союз с Богом, который не имеет обратного хода. Теперь, значит, все, надо соблюдать заповеди. Теперь дальше. Дальше еврейский народ подошел к земле и получили Тору. То есть через 50 дней, через выхода из Египта, Бог дал Тору. То есть это было прямо на горе Синай, 600 тысяч мужчин, всего было около 2-3 миллионов евреев. И были еще те люди, которые вышли из Египта и пришли из других соседних стран получать вместе Тору. Это они тогда присоединились. То есть на тот момент проявление Бога было настолько явным, что очень много собралось народа со всего мира тоже получать Тору. В каждом поколении были люди, которые хотели стать тоже священниками, посвятить себя служению Богу. И они принимали на себя Тору, заповеди. Это называется процесс пройти дьюр. И полностью присоединились к еврейскому народу. Были целые народы, которые принимали Тору и становились тоже частью еврейского народа. Например, народ такой был адамитяне. Хорошо. Значит, вышли они из Египта, получили Тору через 50 дней, подошли к земле Израиля и отказались в нее зайти. То поколение, которое вышло из Египта, испугались зайти в землю Израиля. То есть после всех чудес, которые Бог для них сделал, они сказали, что мы не сможем зайти, не сможем победить и так далее. Бог сказал, Бог сказал, что все говорит, все говорит, это поколение не зайдет в землю Израиля. Вы 10 раз, каждый раз, они когда вышли из Египта, они 10 раз, они гневали Всевышнего и все время они то не так, это не так, боимся, боимся и так далее. В общем, в итоге Бог сказал, это поколение не зайдет в землю Израиля и на 40 лет оставил их в пустыне. В пустыне они питались маном и те люди, которые вышли из Египта, которые отказались зайти в землю Израиля, они в пустыне за 40 лет все умерли и следующее поколение зашло в землю Израиля. Зашли в землю Израиля и, значит, через где-то 500 лет, примерно после захода в землю Израиля, они построили, царь Соломон построил первый Иерусалимский храм. Это было 2800 лет назад, он был сыном царя Давида, царь Давид это был второй царь Израиля, который объединил тогда весь Израиль, но Бог ему сказал, ты храм не построишь, потому что ты много воевал, много убивал, а храм должен построить человек, который твой сын, царь Соломон. Хотя царь Соломон тоже приказывал убивать своих врагов, мы знаем это из письменной Торы, но царь Давид, он был воин такой, он прям воевал, воевал. Царь Соломон построил первый храм и первый храм простоял 410 лет и был разрушен за три греха, было три греха, которые был разрушен первый храм. Первый грех это был убийство, они в то время друг друга убивали вот так вот просто, даже священники. То есть мы сейчас живем в мире, в котором, ну в котором тоже, вы знаете, интересно, что в 2017 году было в мире 467 тысяч умышленных убийств по оценкам ООН. 467 тысяч умышленных убийств было в 2017 году, в наше время, то есть это преступники убивали друг друга, из них где-то, по-моему, 25% это организованная преступность и 75% просто люди решали умышленно убить кого-то, чтобы решить какой-то свой вопрос. Значит, в то время убивали еще сильнее, то есть это было просто способом решения любого такого спора. Значит, первый храм был разрушен за три греха. Убийство, идолопоклонство, то есть они, когда, когда был первый храм, то было очень сильно, это был как ретранслятор, такой большой Wi-Fi духовного влияния на мир. И через первый храм шло на мир вот такое усиление духовного влияния, были пророки, которые это духовное влияние принимали, но были и люди со знаком минус, да, то есть пророки это со знаком плюс, которые служили Всевышнему, а были люди, которые, то есть они видели сущность духовного мира и служили идолом, занимались магией, колдовством и так далее. То есть это была очень-очень сильная такая магия и колдовство в то время. Это второй грех, за который был разрушен первый храм. Третий грех назывался разврат. Разврат это, значит, всякие запрещенные связи, то есть у людей в то время было настолько сильно проявлено вот этот животный инстинкт размножения, это инстинкт. То есть Бог дал этот инстинкт для того, чтобы люди, для того, чтобы люди что делали, размножались. То есть этот инстинкт, он включен во всем живом и все живое в этом мире, в мироздании, в нем включен инстинкт размножения, это сила такая. В то время инстинкт размножения был включен намного сильнее, чем сейчас. И люди просто, если сейчас у людей просто башню сносит и они готовы там, ну, ради размножения вообще какие-то вещи делают удивительные. А в то время они просто не могли, вот увидят что-то, шевелятся и они сразу же начинали размножаться. И были запрещенные связи, и вот за эти три греха, убийство, идолопоклонство и запрещенные связи, был разрушен первый храм. До 70 лет и в рейсе народ был отправлен в изгнание. И через 70 лет, вот сегодня мы как раз празднуем вечером праздник, который был окончанием 70-летнего изгнания Вавилонского. Пурим, это как раз праздник, когда было закончено 70-летнее Вавилонское изгнание, и евреи получили возможность вернуться в землю Израиля. И, значит, когда мы получили разрешение вернуться в землю Израиля и построить второй храм. Значит, вернулось всего в Израиль тогда из Вавилона 42 тысячи человек. И во главе с Эздра, был такой Эздра, и они построили второй храм. Вот был вопрос, кто построил второй храм. Построили они второй храм, но уже духовный уровень был намного ниже. И видите параллель, когда вышли из Едипта, получили Тору и должны были зайти в землю Израиля, испугали зайти, и большинство, и все остались, все умерли в пустыне, которые не захотели зайти. Теперь, когда Вавилонское изгнание, 70 лет было изгнание, но Эстер становится царицей вот в этом вот Вавилоне, в Персии. Мордыхай, премьер-министр, евреи живут как вот сейчас евреи в Америке, пол парламента, отлично себя чувствуют там и так далее. И дают указ, все, можете возвращаться, строите второй храм. 42 тысячи всего вернулось, и мы видим вот эту параллель. Во втором храме уже было намного меньше чудес, чем было в первом храме. Уже второй храм, он был намного слабее, транслировал вот это божественное присутствие в мире. И когда второй храм был построен, он простоял 420 лет и был разрушен. Из-за что он был разрушен? За сенатхинам, беспричинная ненависть друг к другу, и которая выражалась как раз вот в этом лошонара. То есть лошонара это злоязычие. И вот поэтому Хавецкаем вот в этом предисловии, которое мы сейчас быстренько прошли, он говорит, что из-за того, что второй храм был разрушен из-за беспричинной ненависти друг к другу, и выражением этой беспричинной ненависти был лошонара, злоязычие, то получается, что до сих пор этот грех не исправлен, раз нет третьего храма, значит только наши грехи, в особенности беспричинная ненависть друг к другу и злоязычие, они являются той стеной металлической, которая останавливает от связи со Всевышним. И поэтому эта книга посвящена тому, чтобы убрать этот главный, можно сказать два греха, но они связаны друг с другом. Первый грех это беспричинная ненависть друг к другу, то есть ненависть сердца. Второй грех выражение этого в злоязычии, в том, что человек говорит вещи, которые нельзя говорить на других людей. И получается, что вся эта книга посвящена тому, чтобы научиться правильно разговаривать, то есть мы научимся то, что можно говорить, что нельзя говорить, и благодаря заслугу того, что мы перестанем говорить злоязычие и уберем беспричину ненависть и сердца, то придет Машех, появится третий храм. Все, книга очень важная, на сегодня мы заканчиваем, это было предисловие, и завтра мы будем изучать. Она разбита на 365 уроков, 365 дней, и через год с Божьей помощью мы закончим эту книгу, как раз в следующий пурим или ближе к Песаху, и удостоимся того, чтобы увидеть третий храм и Машеха уже в следующий Песах. С Божьей помощью мы будем встречать в Иерусалиме Машеха. Все, удачи, успехов всем, пока, хорошего дня. Продолжение следует...